История с экстремизмом. Я тогда сидела в спецприемнике, опять же, когда появилась вообще эта информация. Для меня она была абсолютным шоком. С активисткой Ириной Фатьяновой, к которой сегодня пришли с обыском, наша съемочная группа встречалась несколько дней назад. Она в прошлом координатор штаба Навального в Петербурге. Дважды отсидела в спецприемнике за январскую акцию протеста. А в сентябре планировала избираться в ЗАГС собрание, но на выборы ее не пустили. Дело об экстремизме сильно ударило по ней, признается Ирина. Я человек, который связан с экстремистской организацией. Для меня это вдвойне неприятно, особенно смотря на последние события, как реагирует дипмиссия, как реагирует министр иностранных дел на то, что происходит в Афганистане, на Талибан, который является официально террористической организацией. А по сути на мне те же самые все ограничения. Я человек, который считается экстремистом в нашей стране. Это, конечно, ужасно, у меня это не укладывается в голове. Я даже не могу, мне кажется, этого осознать пока. Семен Кочкин четыре года был координатором штаба Навального в Чебоксарах. После того, как структуры Навального были признаны экстремистскими, молодой человек не отказался от политики. Продолжил публиковать оппозиционные ролики в интернете. Ранее Семен также хотел участвовать в избирательной кампании, но и ему не позволили. Произошло это еще в январе. Мне повесили административку экстремистскую, типа за пост ВКонтакте. С 16-го года я в выборах участвовать не мог. И я такой, блин, значит, я в выборах не могу, не знаю, что делать, буду думать. И потом объявляют штабы экстремистскими организациями. Я взял небольшую паузу, собрался и продолжил чем-то заниматься. Но у меня просто история, что я не могу участвовать в выборах в течение года, я уже ее принял. Семен Кочкин, как и Ирина Фатьянова, не был единственным из тех, кто хотел участвовать в выборах. Те ребята, которые планировали участвовать, у них была своя кампания, и у них вот этот вот шок, что ничего не будет, произошел гораздо позже. Многих активистов, которые работали в штабах, мы сейчас не видим. Ну, а я думаю, они оклемаются, и кто-то продолжит, кто-то нет. Алексей Навальный сумел организовать свои штабы в десятках российских городов. Сейчас все они закрыты. Однако активисты продолжат свою работу, ожидает эксперт Центра Карнеги Алексей Колесников. Вот это разочарование, дезориентированность, вынужденное пребывание там за границей или уход в частную жизнь. Эти вещи, конечно, очень сильно бьют не только по оппозиции, но и по гражданскому движению как таковому, по гражданскому активизму, который вроде как возможен только при сотрудничестве с Кремлем и с его как бы такими специально для этого созданными организациями. Но эти процессы не останавливаются. Общество существует, гражданское общество существует, и на самом деле это вопрос времени просто. По словам наблюдателей, самому Алексею Навальному сейчас достаточно сложно находиться в информационном поле, оставаясь в тюрьме. Однако за последние дни оппозиционер сумел добиться многого. Его статья в трех европейских газетах, его интервью «Нью-Йорк Таймс» — это все очень серьезные заявки на то, чтобы вернуться в это информационное поле. Больше того, влиять на принятие решений западным по отношению к некоторым персонажам в России. Даже если запад не возьмет на вооружение там все предложения Навального, ну, как-то к нему западные лидеры, западные аналитики привыкли прислушиваться. К нему отношения очень серьезные. Тем временем российские власти, судя по всему, стремятся избежать любых напоминаний о Навальном накануне выборов. Намеченное на сегодня во Владимире рассмотрение апелляции Навального о склонности к побегу перенесли. Заседание состоится сразу после выборов.